Привет нашим зрителям! В этот раз мы продолжаем серию роликов о вибрации стволов и о некоторых частных случаях. О карбоновых стволах, о биметаллических стволах. Ну, давайте начнем. Один из блоков, который был не раскрыт в прошлый раз, это свободная вибрация ствола, либо несвободная. Что такое свободно вывешенный ствол в отношении к полуавтоматическим системам или автоматическим? Или ствол так изогнулся? Ну, не может такого быть. Хорошо болтается. Да ладно, нет. Является ли ствол свободно вывешенным в автоматах АК или нет? Давайте так. В целом, о концепции свободного ствола мы рассказали в первой серии. Я всех приглашаю. Ссылка будет в описании. Вы еще раз можете просмотреть, если кто-то пропустил или забыл. Что касается несвободных вывешенных стволов? Чем это чревато? У нас есть какая-то нормальная гармоника, какое-то нормальное колебание ствола, которые мы рассматриваем как достаточно предсказуемые и, самое главное, повторяемые от выстрела к выстрелу. Но что происходит, если ваш ствол имеет какое-то касание? Ну, с чем-либо. Например, если вы стреляете со стволом, опирающимся на какую-то поверхность, на какой-то упор, либо если между цевьем, прикладом и стволом попал какой-то камушек и, так сказать, производит какой-то контакт, то в этом случае из свободных колебаний ствола у вас будет появляться момент контакта вот этот непреднамеренный. Тем более, он каждый раз может немножко по-разному складываться и у вас будет налагаться отражение колебаний и на большую колебанию, более плавные, будет накладываться какие-то более мелкие паразитные колебания. Они вносят непредсказуемость и, соответственно, мы теряем ту стабильность, которую мы хотели. Соответственно, мы теряем кучность стрибы. Понятно. Теперь, что касается наличия ЦВЯ, либо его отсутствия. Ну, давайте так. Самый лучший пример рассматривать. Это рассматривать на каких-то живых образцах. Давайте коснемся, ну, наверное, два наших самых, наверное, на века уже останутся такими каноническими образцами. Это автомат АК в любом его варианте классическом и винтовка М16. Что мы имеем в автомате АК? У нас, да, у нас есть цевьё. Да, оно может оказывать какое-то, вероятно, оказывать какое-то воздействие, потому что оно имеет, ну, достаточно плотный контакт с газоотводной системой, со стволом. То есть, кроме задней точки крепления, где мы держим ствол в ствольной коробке, у нас ещё есть точка контакта, ну, условно говоря, там, в первой и третьей ствола, где крепится цевьё. Насколько это опасно? Чтобы рассмотреть этот вопрос, я предложу альтернативу. Смотрите, у нас есть винтовка Драгунова. В винтовке Драгунова особенность в том, что сделано так называемое условно плавающее цевьё. Оно делалось не из соображений вибрации. Оно делалось совершенно по другим причинам. Там, в то время, Драгунов решал проблему нестабильности дерева в прикладах. То есть, его гигроскопичность разбухания и усыхания. И чтобы... Об этом уже хорошо знали на основе болтовых винтовок. И вот, чтобы избежать этой проблемы, он сделал цевьё чуть короче, чем то место, куда оно вставляется. Половинки этого цевья. И сзади сделал такую пластинчатую пружину. В-образную. Которая компенсировала вот эти перемещения усушку, так сказать, разбухание и так далее. И делала тем самым более плавным контакт, не жёстким. Тем не менее, у СВД... Ну да, она по снайперским правилам построена. Но тем не менее, там остаётся вопрос вибрации стволов. И он виден на высокоскоростной съёмке. Так в чём же особенность именно таких систем? Особенность в наличии так называемого БГД. То есть, боковой газоотводный двигатель. Что мы имеем? У нас... Ну, давайте на примере автомата Калашникова. Как такого крупного. Газы, поступая в газовую камеру, одновременно давят в две взаимно противоположные стороны. С одной стороны, они упираются и пытаются давить затворную раму назад. Но она, тем не менее, достаточно инерционная и тяжёлая. Там в разных системах от 400 до 500 грамм мы встречаем разные варианты. Плюс-минус. Сейчас мы не о тонких деталях. Итак, у нас есть достаточно инерционная вот эта система. С другой стороны, у нас есть газовая камера. И газы давят в неё. Тем самым, они начинают отгибать ствол. Мы сможем увидеть скоростную съёмку. И в этот момент происходит достаточно серьёзный удар, который толкает ствол и заставляет его вибрировать вот таким образом. Поэтому, независимо от того, насколько свободным вы сделаете ствол, самый огромный импульс вы получаете в этой зоне. И тут, наверное, будет напрашиваться вопрос. Хорошо, но тогда объясните, а в чём особенность М-16? Там ведь тоже газотводные двигатели. В чём их отличие? В автомате Калашникова газотвод имеет в диаметре 14 мм. Кто хочет, пожалуйста, запишите. 14 мм, ну, где-нибудь на полях. У М-16 газ поступает в газовую трубочку. Диаметр которой чуть меньше 3 мм. Там 2.97, если вам интересно. Тоже можете записать. И сила, которая у нас возникает, это сила, которую мы перемножаем как площадь, умноженная на давление. Так вот, эта площадь 2.97 мм в диаметре и 14 мм в диаметре. Более чем в 20 раз отличие. Там 22 с копейками. Вот это разница вот того ударного момента, который возникает в газовом двигателе. Но кроме того, в автомате Калашникова, как мы сказали, затворная рама довольно массивная, поэтому они отталкиваются взаимно друг от друга гораздо сильнее. А в М-16 газблок просто является, ну, таким плечом, который передает газы. И газы, не получая сопротивления, просто передаются до тех пор, пока не попадут внутрь затворной рамы. Уже в затворной раме они будут давить на большой диаметр. И они будут обеспечивать работу. Но давить они будут по оси между, не между газблоком и затворной рамой, как в Калаше, а между затворной рамой и затвором, толкая их относительно друг друга в одной линии со стволом. Понятно. И, соответственно, на вибрацию ствола они там уже никак не влияют. Это одна из таких серьезных особенностей. Поэтому, какие бы чудеса вы не крутили вокруг, вы можете вообще, так сказать, закрепить винтовку как-то отдельно и не касаться ствола нигде. Тем не менее, вот этот эффект вы никуда не денете. Поэтому все разговоры о свободном вывешенном стволе в АК или в СВД, но они таки очень условны. Зачастую в этих экспериментальных образцах, чтобы получить ожидаемую высокую кучность, добиваются ее совершенно другими способами. Ну, просто более точным изготовлением всего. Более такое кастомное все. Вот какой-то эффект на этом получают. Вибрации никуда не исчезают. Надеюсь, этот вопрос я разъяснил, и он достаточно понятен. Окей? Кроме того, ну, наверное, в развитии этой темы я хотел бы поделиться... Вот здесь, наверное, немножко... Я редко хвастаюсь на канале. Здесь немножко я похвастаюсь. То есть, а может, даже это не хвастовство, просто поделюсь. Может, вы найдете какие-то замечания в моем решении, как я решал эту проблему. Ну, относительно недавно я разрабатывал систему КМР, Конев Модуль Райфл, модульную винтовку. Одна из фишек, которая там была, она как раз решала проблему этой вибрации. То есть, газовый блок, который получает в газ-пистон-системе наибольшее давление, газовый блок являлся местом, которое держит ствол. Не традиционно, как мы держим его в... так сказать, вот в этой зоне, в зоне патронника. А ствол держался вот здесь вот, в зоне газ-блока. Понятно? Соответственно, усилие, которое возникало на расталкивании газ-пистона и газ-блока, оно уходило в систему. То есть, мы не держали этим местом. У нас там сумасшедшая жесткость. Соответственно, вибрации уменьшаются. Соответственно, система становится менее чувствительной к разному типу боеприпасов. Мы говорили, что вибрации зависят от многих параметров. От посадки пули, заряда, бла-бла-бла-бла-бла-бла. И, соответственно, система более чувствительна, когда мы стреляем разными патронами. Высокоточные стрелки знают, что если... Ну, они либо подбирают определенный патрон под свою винтовку, либо если снаряжают вручную, то вручную подбирают эти параметры. Так вот, в случае с креплением ствола где-то в середине, мы уменьшаем колебательные контура, делаем их более инерционными, более медленными. и делаем менее чувствительными к применению различных типов боеприпасов. Ну, и к моему, так сказать, приятному удивлению, реальные тесты показали, что даже на турских патронах, которые считаются достаточно дешевыми, винтовка стреляла минутные группы по рассеиванию. Здорово, да? И в развитии этой темы я должен сказать еще один момент, о котором надо поделиться. Он касается уже не автоматического оружия, а оружия с ручным заряжением. В прошлом видео мы говорили, что в коротком бенч-рейсте на 100-200 ярдов стараются применять максимально короткие стволы. Ну, для уменьшения вибраций. Но когда люди стреляют на сфер дальней дистанции, как F-класс, или там любые чемпионские выстрелы на мили, там без длинных стволов не обойтись. Ну, потому что мы хотим максимально получить максимальный баллистический эффект, на максимальной длине иметь возможность разогнать пулю и передать ей максимальную энергию. Короче говоря, ствол в любом случае должен быть длинным. Раз ствол длинный, значит он будет вибрировать. Что с ним делать в этом случае? И там тоже применяется так называемый баррел-блок или баррел-бейтинг-блок. По-разному применяется. Суть баррел-блока в том, что ствол тоже крепится не в казенной части, а вот в середине, и тем самым уменьшает, нивелирует эти вибрации. Но это в болтовых винтовках. Я надеюсь, с этой частью, особенно, так сказать, о автоматических, полуавтоматических системах, надеюсь, мы закончили. Окей? Давайте перейдем к следующему вопросу. О применении карбона в стволах. В принципе, исторически, эта тема пришла к нам из Aerospace, из авиационной промышленности. И одни из первых образцов применения композитных материалов, применения карбона, относятся еще, ой, ребята, еще больше 50 лет. Как минимум, в 50-е годы, при создании винтовок R-10, Юджин Стоунер, Салливан, когда они создали эту винтовку, они применяли авиационную технологию. Там, в принципе, вся история, все ДНК R-платформы было построено вокруг авиации. И изначально компания, которая инвестировала в них, это была авиационная компания. Просто она создала, создала внутри себя такое небольшое подразделение, которое внедряло авиационные технологии и материалы в стрелковое оружие. По этой причине, сейчас, может быть, для кого-то не очевидно, но в то время это был большой скачок, большая революция. Переход от винтовок типа Гаранда, деревянных, таких кантовых, металлических, к R-платформе, где активно применяется алюминий, активно применяются пластики, активно применяются карбон, в том числе и стекловолокно. И применялись они в разных местах. И на прикладах, и на цевьях, и, внимание, на стволах. Увы, как это часто бывает, когда возникает некоторая гонка в борьбе за тендеры, когда эффективный менеджмент начал давить на технари, на инженеров, они дооблегчались до того, что переоблегчили ствол, сделали его избыточно тонким. Ну, именно основной ствол. И в результате, во время профтестов, такой ствол не выдержал, и его порвало. И это был достаточно сильный удар по репутации R-10 в то время, и, по большому счету, он подорвал доверие к этой системе, и доверие к карбоновым стволам вообще. Очень надолго. Все, эту тему похоронили, похоронили стюардессу, как говорит один наш знакомый. И по новой всплыла эта тема очень, гораздо-гораздо позже, только в 1995 году компания Christensen Arms решила реализовать технологии по новой. Компания Christensen Arms штат Юта, ну, они находятся там практически в пустыне. На самом деле, как и многие оружейные компании, они находят, там, очень часто находятся в такой дыре, что туда и доехать-то не всегда комфортно. Но не об этом. Они начали первыми. В чем была особенность именно этой компании и в чем была, ну, я не хочу сказать ошибка, но давайте пошагово пойдем. В чем была особенность? Они использовали карбон в виде полотна. Ну, то есть, так как это используется в яхтах, автомобилях, когда берется ткань, и вот эта ткань в данном случае обматывалась вокруг ствола слоями. Пропитывалась смолой, обрабатывалась и вот в этом склееном виде это был уже конечный ствол. Что это давало? Карбон сам по себе давал с одной стороны высокую жесткость, у него жесткость выше, чем у стали. С другой стороны, он давал потрясающую легкость, он гораздо легче, чем сталь. Он легче, чем алюминий. В чем же была проблема? Дело в том, что у карбона у него достаточно уникальные ориентированные свойства. То есть, с одной стороны, он имеет сумасшедшую теплопроводность, когда передает тепло вдоль волокон, но работает практически как изолятор, близко к нулевой теплопроводности, когда работает поперек. Что в результате получалось? Карбон, наклеенный на ствол, давал очень низкую теплоотдачу наружу, и ствол начинал перегреваться внутри. К чему это приводило? То есть, при нагреве коэффициент расширения стали и карбона был разный, и если стрелять достаточно долго и как следует прогреть ствол, происходило смещение слоев относительно друг друга. Они теряли контакт, они разрывались. Все, после этого считайте, что вы убили ствол насовсем. После этого он работает у вас как обычный тоненький стволик, тот, который внутри металлический. И вот эта штука на нем как-то блынцает, дребезжит. Кроме того, не дает ему остывать. Ну, что в общем беда. Многие, кто столкнулся с этими стволами на ранней стадии развития компании, наверное, получили достаточно негативный опыт. К чему это привело? Ну, просто нашли область применения идеальную именно для такого оружия. Низкий вес позволял активно таскать ее в горы, а юта, ну и в принципе вот этот регион скалистых гор, это в основном горная охота. Горная охота это всегда дальний выстрел. То есть, ваша винтовка получалась гораздо легче, рассчитанная на несколько выстрелов, на там два, три, ну максимум пять выстрелов. то есть, вы не колошматили из нее, как из автомата бесконечно. Это не говорит, что жизнь ствола была пять выстрелов. Я прошу прощения, поймите меня правильно. Я имею ввиду продолжительность такой непрерывной стрельбы. То есть, вы сделали там два выстрела по оленю, если вы не попали, то вы уже не попали, вам не надо в него загонять целый магазин. У вас есть время стволу обратно остыть, пока вы оленя опять где-нибудь нагоните. Вот так. Что было с... И это оказался их лимит. Все. Кристенсен Армс, ну, с моей точки зрения, до сих пор не развивается, остался в этой нише. Увы. Что было следующим на рынке? Следующим пришла компания BSF Баррелс. Они несколько по-другому реализовали применение карбона. Они отказались от контакта и приклеивания карбона к стволу, оставили между ними гарантированный воздушный зазор. По сути, они просто применили карбоновую трубу, одетую поверх ствола с зазором и просто выполняющая труба выполняет роль увеличения жесткости, чтобы ствол меньше вибрировал. Этакая ферма вокруг ствола. В качестве небольшого примера есть возможность отвлечься. Кто может быть знает, БМП-2 советская БМП-2 боевая машина пехоты имеет достаточно длинную пушку с достаточно длинным стволом. 30-мм пушка и чуть ли не 2 метра ствол. Естественно, при стрельбе он вибрирует как сумасшедший. Давайте посмотрим видео. Пожалуйста. Колотят ее просто ужасно. в случае применения на вертолетах там система еще менее устойчива, там еще своих куча вибраций и там вибрации еще хуже. По какому пути пошли инженеры? Инженеры не сильно верят в магическую силу и там что-то плюс 5 к армии. Они решают вопрос технически. Они начали строить вокруг этого тонкого ствола ферму, которая будет создавать вот такую жесткость, которая будет его натягивать. По сути, как любые металлические мосты с фермами жесткости. Относительно легкие, но при этом гораздо жестче. И чем больше диаметр, чем больше плечо, на котором вот эти поддерживающие балки будут находиться, тем жестче система. По такому же принципу пошла компания BSF Барроллс. То есть карбон просто выполняет роль фермы. И для лучшего охлаждения они даже проделали дополнительные отверстия в карбоне для того, чтобы тепло имело возможность выходить. В чем недостаток, на мой взгляд, этой концепции? Ну, на самом деле недостаток примерно тот же, что и у пулеметов печенек, которые мы не раз упоминали на канале. Как только мы имеем какую-то трубу или условно какую-то конструкцию огораживающую ствол, любое попадание грязи в нее, камушка или еще чего-то, вытащить их оттуда становится непреодолимой проблемой. То есть, нужно разбирать систему в хлам полностью, чтобы все промыть, вычистить. то есть, это очень серьезная проблема. Поэтому, с этой точки зрения, решение интересное, но, на мой взгляд, с рядом ограничений. Ну, опять-таки, на этом развитие не остановилось. Давайте пойдем дальше. Давайте посмотрим, кто был следующим на рынке. Если мне не изменяет память, в 2012 году на американском рынке появилась компания ProFresearch. Они тоже использовали карбон, но использовали его несколько в другом плане. Они начали его просто наматывать, как на удилище, вот много-много-много-много-много-много-много-много сделать его жестче. Это давало возможность играть с направлением волокон различным образом. И на сегодня компания ProFresearch является, наверное, одной из топовых компаний на рынке. Могу сказать, что я со своей командой мы тоже занялись карбоновыми стволами позже, чем ProFresearch. мы добились некоторых своих успехов. И к нашей радости ProFresearch сейчас настолько занят больше в авиакосмической отрасли, ну там деньги больше, что стрелковый рынок они немножко подзабросили. Почему мы на самом деле очень радуемся. Но опять-таки мы не спим на месте. Со своей стороны мы решили, провели массу исследований по теплоотдаче и нашли некоторые решения. Вообще говоря, для меня именно с появлением ProFresearch появился интерес вернуться в эту область. Как вы помните, я говорил, что после Кристен Сенарус у меня было достаточно негативное скептическое отношение, и я считал, что вся эта игра с карбоном это глупость. Примерно в году, дай бог памяти, где-то году в 2018-19 на одном из стрельбищ я встретился с котиками и увидел человека карбин AR-15 с коротким достаточно стволом в карбоне. Я говорю, слушай, ну зачем тебе карбон? Неужели ты играешься в эти игры? Ну, так сказать, вот эти вот розовые фламинго. Он смеется, говорит, я все прекрасно понимаю, о чем ты говоришь. На самом деле в мире произошла революция. Сейчас эти стволы позволяют стрелять достаточно долго. По какой причине? А. Изменился материал волокон, они имеют другие свойства, другие характеристики. Б. Изменились смолы, которые используются для их пропитки и склеивания. И сейчас мы получаем достаточно хорошую тепловдачу. Да, никто не применяет эти стволы на пулеметах, по крайней мере пока, но на карабинах, когда стрелок имеет высокую дисциплину стрельбы и стреляет в нормальном ритме, это работает. Вот так. Так что это очень интересно. С точки зрения того, как мы сейчас делаем стволы, я не хотел бы и наверное не вправе раскрывать секреты, то есть как мы добиваемся, но я могу поделиться с вами результатами тестов, что мы получили. если кто-то интересуется этой тематикой, ну вот рекомендую как минимум саму методологию теста. Я думаю она честная и интересная. Что мы делаем? Мы зарядили магазин 30 патронов и отстреливаем его с интервалом один выстрел в 5 секунд. Ну такой псевдо-марксманский режим условно. Мы отстреливаем параллельно один ствол чисто стальной, классический М4 и один ствол карбоновый. Те же самые патроны, причем мы отстреливали невысокоточными патронами обычными валами валовыми М855. то есть там задача была не столько в точности, сколько понять параметр нагрева. Итак, стреляем 30 патронов с интервалом в 5 выстрелов. В 5 секунд, прошу прощения. Что мы замеряем? С одной стороны мы фиксируем как меняется рассеивание по ху и по у, по вертикали, по горизонтали. И кроме того замеряем как кумулятивный нут, то есть как общее рассеивание растет по мере настрела. То есть 2, 3, 5 выстрелов, 10 выстрелов, как оно будет расти. У кого быстрее? У стали или карбонов? Это раз. Второе мы замеряем температуру ствола, чтобы понять, какой из стволов будет быстрее расти. Но и самое главное, где у нас будет критический момент, после которого надо останавливать стрельбу и сказать стоп, 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 дальше карбоновый ствол не может стрелять. Но это наше было ощущение такое, что дальше он не сможет стрелять, потому что иначе будет его дикий перегрев. А теперь внимание, барабанная брод. Результаты. По результатам оказалось, что рассеивание у карбонового ствола меньше. Но в принципе это ожидаемо. Ради этого собственно он и применялся. Он имеет большую жесткость. Второй пункт. Рост рассеивания по мере настрела у карбона идет медленнее, чем у стали. Опять-таки я не говорю обо всех карбоновых стволах на свете. Я не говорю это Кристан Ценарус например. Я говорю о наших стволах с нашими секретами. Он растет медленнее. И крайний показатель, самый интересный для меня внимание. мерили, да, немножко поясню, мы мерили температуру ствола. Мы мерили ее в трех точках. Первая точка, давайте так, насколько будет понятно. Первая точка, где-то в промежутке между патронником и газблоком. Вот где-то примерно здесь. Вторая в зоне газблока. И третья на конечном интервале между газблоком и дульным срезом. Здесь, как правило, диаметр поменьше. Поменьше он технически, просто для того, чтобы газблок была возможность посадить. Поэтому мерим по трем точкам. И для стали, и для карбона. результат карбон, карбоновый ствол грелся меньше. В принципе, тут должен, у хорошего инженера должен возникнуть скепсис. И скепсис какого рода? То есть, хороший инженер скажет, ну, естественно, он у вас греется меньше. Вы же меряете снаружи температуру. Просто ваш карбон работает как изолятор и меньше отдает тепло. То есть, он его держит внутри. У вас там внутри этот ствол, наверное, горячий. Мысль правильная. Как ее проверить? Мы меряем температуру и в зоне газблока. То есть, там, где ствол не прикрыт ничем. То есть, там, где голый металл. И мы получаем, что в этой зоне карбоновый ствол тоже греется медленнее. Почему? Потому, что срабатывает другой эффект, о котором я говорил. Может быть, вы его пропустили. в продольном направлении карбон передает тепло в разы быстрее и лучше, чем сталь. Поэтому правильная конструкция карбонового ствола позволяет увеличить теплоотдачу, чтобы он быстрее охлаждался и меньше нагревался. Вот такой вот маленький секрет, маленькая хитрость. Так это такое возможно. На этом по карбоновым стволам я, наверное, остановлюсь, потому, что я думаю, развитие карбоновых стволов на этом не остановилось. Оно продолжается. Мы не только экономим вес, но и, как оказалось, и побеждаем в кучности. Мне хотелось бы коснуться еще одного секрета, ну, не секрета, еще одной области, необычной по поводу легких стволов и вибраций. Дело в том, что, когда мы говорим композитный материал, композиционный материал, мы говорим не конкретно о карбоне только, о применении комби, комбинации материалов. И в этом плане примерно я сейчас могу ошибиться, но примерно в 2010-х годах плюс-минус к сожалению не сохранилось четких записей по годам. Просто это прошло через мою жизнь и только сейчас я задумался, ну, наверное, старею, начинаю задумываться об истории и пытаются что-то записывать. Так вот, в это время одновременно в нескольких странах попытались заниматься биметаллическими стволами. Компания Лотер Вальтер известный немецкий производитель стволов, то есть компания, которая занимается исключительно стволами и она делает их для многих производителей в Европе, которые самих не делают, начала пробовать ствол, состоящий из стального линера внутри. Линер это тот кор, тот внутренний внутренний ствол, которая непосредственно металлическая, которая держит давление, которая работает с нарезами и совсем, а наружную часть они делали в виде алюминиевой рубашки, то есть одевали рубашку максимально плотно со всей немецкой инженерной точностью, сажали ее и тем самым создавали с одной стороны жесткость, с другой стороны более лучшую теплоотдачу тепла наружу, потому что алюминий лучше передает и лучше рассеивает тепло, стволы меньше, по идее, меньше должны греться. Но увы, материалы тоже имеют несколько разных коэффициентов расширения и, насколько я знаю, на уровне серийном так и не удалось добиться каких-то стабильных результатов. То есть наличие какой-то внутренних зазоров, неполного контакта приводило к тому, что теплоотдача получалась хуже. Вот эта воздушная пробка, но это как воздух между стеклами в окнах. Зимой почему окно держит тепло? У него между стеклами есть воздух, который является таким немножко изолятором. Короче говоря, не взлетело у немцев эта тема. Если вы сейчас зайдете на сайт Lothar Walter, то боюсь, вы даже не найдете упоминаний об этих проектах. Убрали о них. Не взлетело. Другие американцы пошли по своему пути и применяли разные варианты, в том числе естественно с такими слив. Слив это как рукав у американцев называется. То есть с такими рубашками, садящимися на ствол. Получили такой же негативный результат, но будучи достаточно ребятами упёртыми, они пошли дальше. Они начали напылять алюминий на стволы. В таком чуть ли не в плазменном состоянии его наносить. Когда он прямо въедался и неразрывная была связь очень жёсткая. Получилось ли это? Да. Ему удалось получить жёсткий контакт, по сути такой, как напыление, но дальше проект не индустриализировался. Почему процедура нанесения оказалась достаточно дорогой и игра не стоила свечу. Поэтому это умерло. Но я хочу сказать, что это тот случай, когда идея не умирает полностью. Я допускаю, что она может получить второе рождение, когда технологии смогут переродиться и дать более дешёвый способ получения такого же результата. Поэтому если среди моих зрителей есть учёные, инженеры, кто близок этой теме и будет заниматься, пожалуйста, подарок. Тема перспективная. Занимайтесь. В качестве небольшого завершающего элемента о применении алюминия на стволах с точки зрения уже не вибраций, а чистотермоотдачи, ну просто надо, наверное, коснуться, чтобы более полно закрыть эту тему, мне бы хотелось упомянуть компанию JP, выпускающую спортивные винтовки преимущественно. Я не слышал, чтобы они делали что-то для военных и по-моему даже не сильно делают что-то для охоты. Вот у них они полностью заточены на спорт, на IPSC. Они предложили thermal dissipator, так называемый по-английски. Это по сути алюминиевый радиатор, который крепится на ствол. Что-то похожее на алюминиевые радиаторы, которые на компьютерах ставят на процессор, чтобы он лучше охлаждался. Вот такого же рода. Говорят, работает лучше, чем ничего, но и не фантастически, потому что очень сильно зависит от качества контакта между поверхностями. Стоит дешево, вы при своем желании всегда можете поиграться с этим попробовать. Вуаля, welcome. На этом, я думаю, эту тему я закрываю. Если будут какие-то вопросы, пожалуйста оставляйте в комментариях, возможно я опять что-то пропустил, прошу прощения. Пишите, будем развивать эту тему. На этом все. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok